Взгляд на такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев. Действительно, эти люди поддерживали идеологию нацизма, они хотели видеть в рамках своей борьбы за независимость Украины, они хотели видеть Украину без евреев, так же, как они хотели видеть Украину без поляков, без коммунистов и еще, наверное, много без кого. Есть неоспоримые герои. По мне так, по мне так. Смотрите, то, что Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально, и это классно, это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Украинский парламент. Мы не должны ссориться с Россией, которая у нас тут в Сирии. Огромная страна с военными базами, раз. Два. 36 раз при Зеленском только Украина голосовала против Израиля в ООН. Ее герои – это Петлюра, убивший 200 тысяч евреев. То есть я тоже голосовала. Это Шухевич, это эсэсовец, это Бандера, это Стытько, который говорил, что весь всех евреев нужно уничтожить. Ярослав Стытько. Это Хмельницкий, убивший 300 тысяч евреев. Каждый год в Киеве шел парад эсэс дивизии Галичина, и наш МИД протестовал против этого. Это Мразии. Это неонацистский режим де Юре. Я вас попрошу высказываться немного более корректно. Я говорю так, у меня убита половина семьи бандеровцами и петлюровцами в петлюровском погроме. Это герои Украины, им ставят памятники, улицы называют их. Это не российская пропаганда, а это слова израильского МИДа.